Барнаульский Арбат. Сотни горожан, несмотря на предзимний мороз, выстроились в очередь, чтобы бесплатно проверить свое здоровье. Избыточный вес, повышенный холестерин, резкие скачки артериального давления, злоупотребление алкоголем. Все это факторы риска, поражающие сердечно-сосудистую систему и, как следствие, приводящие к инсульту. От болезни страдают чаще всего пожилые люди. Кстати, их сегодня на Барнаульском Арбате собралось больше всего. За этим месяц надо биться, а здесь экспресс. Довольно быстро, да? Скажите, насколько важно вообще посещать такие препараты? В нашем возрасте важно следить за холестерином, за сахаром. Самая главная наша задача, как врачи, подобрать такие препараты, чтобы не было резких скачков давления от сильно высокого, но сильно низкого. Именно в эти моменты и резкие скачки происходят, все хорошие вещи в виде инсультов и инфарктов. Ежегодный инсульт поражает от 5 до 6 тысяч жителей Алтайского края. Около 2 тысяч уже никогда не восстанавливаются, а не нуждаются в пожизненном уходе. Определить наличие инсульта может не только медик. Сделать это способен любой человек. Для этого достаточно пройти тест. Предлагается улыбнуться. Если мы видим опущенный один уголок рта, то есть несимметричную улыбку, мы говорим, что это первый признак. Далее мы просим человека вытянуть вперед руки и закрыть глаза. Если одна из рук опускается непроизвольно, и человек этого не замечает, мы можем подозревать, что у него развелся паралич в руке. И третье – это речь. Если она смазана, либо человек не может говорить, это третий признак. Если присутствуют все три признака, то это действительно инсульт, и нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Кстати, главный решающий фактор для спасения и возвращения к привычной жизни – время. Помощь при инсульте должна быть оказана в течение полутора-двух часов. Если дольше, последствия патологии могут быть необратимыми. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.